В 18 классах в школах и еще 7 групп в детских садах закрыты возблисти на карантин. Причина том – острая вирусная инфекция. Впрочем, как отмечают специалисты, волноваться рано. Эпидемии в городе пока нет. В данный момент в городе происходит рост заболеваемости по острым вирусным инфекциям. Заболеваемость увеличилась уже на 30%, что в полтора раза выше среднего уровня. Основная масса заболевших – это дети и подростки. Детей, обратившихся в поликлинику, возросло очень сильно, поэтому нагрузка на поликлинику, нагрузка на наших врачей легла, достаточно серьезная. Но, повторяю, дети болеют обычными респиртовыми инфекциями. Гриппа пока зафиксирована не была. На стационар поступают у нас в основном дети раннего возраста, это до года, до трех лет, поскольку у них все-таки протекание этих заболеваний более тяжелое. В данный момент, по словам специалистов, рост заболеваемости пока растет. Однако медики прогнозируют спад уже через пару недель. Дети поступают в стационар, это в основном спарогриппом, то есть у них возникает ларингит, стеноз, дети начинают задыхаться, кашель у них очень сильный часто, и вот с этим они поступают. У многих детей есть кишечный синдром, то есть у ребенка вирус поражает не только верхние дыхательные пути, вызывая кашель, но еще и поражает желудочно-кишечный тракт, ну и у ребенка, конечно, возникают боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул. И вот с этим заболеванием к нам стационар поступают. Ситуация с ростом вирусных заболеваний была прогнозируемая. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора. Чтобы остановить рост распространения вирусной инфекции, планируется усилить санитарно-профилактические мероприятия. Это была прогнозируемая ситуация. Для этого мы каждый год пытаемся привить порядка 40% населения, чтобы тяжесть заболеваний, распространения не было. Каким оно может быть? Детское население у нас привитое на 100%, взрослое мы выполнили, в целом население по городу Азбесту выполнили на 39%. Мы подготовили и выдали администрации города Азбеста предложение об усилении санитарно-профилактических мероприятий, об усилении в школах санитарно-эпидемического режима, разъединении, разобщении детей, ограничении допуска детей с признаками простудных заболеваний. Применение масочного режима и мероприятий специфической профилактики. Сейчас, по официальным данным, в городе около 1200 горожан с вирусными заболеваниями. Причем это только те, которые обратились в больницу. Для того, чтобы обезопасить себя от вируса, рекомендуется регулярно проветривать помещение, которого некоторые почему-то стараются избегать. Некоторые мамы боятся, кстати, этого проветривания, я бы сказал. То есть все дома закупоривают. Но мое мнение, что чем чаще они будут открывать окна и форточки, и даже спать при открытой форточке, тем меньше вероятность, что их ребенок заболеет. Тут надо понять, что это для здоровок. Но даже если в семье есть больной, то тоже бояться надо, тоже проветривать помещение, поскольку это тоже способствует устанению вируса. Также стоит обратить внимание на влажную уборку и частое мытье рук. Не лишним будет и обработка дверных ручек и предметов частого пользования. Можно также делать различные промывания. В период эпидемии важно ребенку промывать нос и полоскать горло обычным солевым раствором. То есть развести в стакане воды соль, чайную ложку, и полоскать горло каждый день. Это очень хороший эффективный способ. Нос промывать можно тоже таким же раствором, либо есть капельки в аптеке Аква. Марис называется, это морская вода соленая. И вот ежедневно промывая носик, чтобы постоянно влага была. Но если не жалко денег, то можно купить увлажнитель воздуха. Это тоже очень нужная, мне кажется, каждой семье вещь. Особое внимание Алексей Кислинский обратил на важность горячего правильного питания. А также применение медикаментозных препаратов. Здесь можно посоветовать обычные известные препараты, такие как аноферон, аскорбиновая кислота, витамин С. Есть хороший препарат, гомеопатический, называется сироп ЭДОС-308. Он совершенно безвредный, но хорошее действие и на ребенка, и на взрослых оказывает. Специалисты уверяют, что в данный период необходимо себя ограничить в пребывании большого скопления людей, по возможности использовать маски, по рекомендации врача применять витамины. При первых признаках недомогания сразу же обращаться в лечебные учреждения. Анастасия Самарина, Тимофей Хлипников, Сергей Шелковкин, Новости АТВ.